Интервью Кто же мог ожидать, кто же бы взялся предсказать, что самая мощная империя мира рухнет с такой непостижимой быстротой, что трехсотлетняя династия, пятисотлетняя монархия даже не сделает малейшей попытки к сопротивлению. Такого прорицателя не было ни одного, ни один революционер, никто из врагов, взрывавших бомбы или только извергавших сатиры, никогда не осмеливались такого предположить. Столетиями стоять скалой и рухнуть в три дня, даже в два. Днем 1 марта еще никто и не предлагал государю отрекаться. Днем 3 марта отрекся уже не только Николай II, но и вся династия. Кадеты признавались иностранцам, что сами ошеломлены внезапностью и легкостью успеха. Из статьи Александра Исаевича Солженицына о февральской революции 1917 года. Сегодня в студии программа интервью доктора исторических наук Сергей Сизов. Ему вопросы и зададим. Сергей Григорьевич, добро пожаловать в эту студию. Тема, прямо скажем, такая очень сложная, очень трудная и очень такая, вообще-то, кровоточащая история. Она до сих пор согнит и болит. Вообще, что это было в феврале 1917 года? Что это было? Сто лет назад произошло событие, которое предопределило практически всю жизнь страны в течение XX века. Потому что именно тогда была низвергнута 300-летняя романовская монархия. 300-летняя, потому что с 1613 года романы его царились в России. И самодержавие рухнуло под давлением и политической элиты, и равнодушного народа, который уже не хотел царя. И под давлением многих сложностей социально-экономических, культурных, идеологических, религиозной пропаганды и так далее. Но, если либералы надеялись, что падение самодержавия даст новый импульс развитию капитализма, то очень быстро они поняли, что это не так. Потому что революция на этом не остановилась. И, собственно, октябрь был логическим продолжением падения самодержавия. Я вообще считала, что революция 1917 года в феврале была революцией без революционеров. Вот я сейчас хочу сказать, что у нас сейчас в школах изменили немножко формулировки. Сейчас говорят не отдельно февральская и отдельно октябрьская. Великая русская революция 1917 года. Потому что они действительно тесно взаимосвязаны. Я еще добавлю, что, конечно, гражданская война, она никак не стоит отдельно от этих революций. Во Франции Великая французская революция, там гражданская война является частью революции. И у нас тоже, безусловно, отрывать, как это делали большевистские историки, желая показать, что революция была почти бескровной, а потом страшные какие-то белогвардейцы начали контрреволюцию, поэтому была гражданская война, это абсолютная ложь. Образованный класс настолько уже ненавидел монархию со времен еще разночинцев, может быть, даже раньше, со времен декабристов. Противостояние интеллигенции власти было колоссальным. И сама власть, она оказалась абсолютно недееспособной. Она не смогла ни создать достаточную контрпропаганду, ни создать те социальные группы, которые выставили в ее защиту. Потому что, когда все-таки принудили царя отречься от престола, там долго рассказывать, как это все было, то, в общем-то, ведь не вышли массы людей на улицу с требованием немедленно верните нам царя. И это говорило о том, что падение, конечно, авторитета монархии было колоссальным. В том числе и благодаря революционной пропаганде и неудаче на фронтах Первой мировой войны, и постоянных скандалах, коррупции и много-много другого. Царь Николай II был у власти 22 года. За эти 22 года он дважды страну, что называется, подводил к бездне. Это был 905 год и потом уже 1917 год. Почему так произошло? Ведь 22 года это достаточный срок для руководителя государства, чтобы, совершив ошибки, сделать работу над ними и не допустить новых. Очевидно, что не были извлечены уроки из этих событий. Не была политическая элита подготовлена к этим решениям. И если после, значит, пятого года все-таки Столыпин смог, Петр Аркадьевич Столыпин смог задавить революционное движение, начать какую-то программу преобразовая... Не, что значит задавить? Это был вообще очень прогрессивный, очень государственно мыслящий человек. Так вот именно потому и должен был задавить, что был прогрессивный мыслящий человек. Потому что всякое. Нет, он, конечно, был один, одному человеку не так много сделать. Были люди, которые его поддержали, и, собственно, какой-то период времени казалось, что все может поменять этот сценарий. Но Столыпин был убит в Киеве в 1911 году, и после этого ситуация пошла все более и более сложной. И, конечно, может быть, еще могло бы как-то это удержать ситуацию, если бы Россия не вступила во вторую неудачную войну. Первая, конечно, была русско-японская, достаточно плохо для нас позорно закончившаяся. И это сразу подорвало авторитет монархии, вот эта неудача. Ну и потом, конечно, Первая мировая война, которую нужно было любой ценой сбежать. Потому что страна совершенно была и не готова в начальный период времени, и потом ряд неудач привел к падению авторитета власти очень сильной. Вообще страна к началу Первой мировой войны была на пике своего экономического подъема. Да. И, в общем-то, вот у нас говорят сейчас модно, что все социально-экономические причины, с советских времен еще, уровень жизни питерского рабочего, особенно если он работал на крупных заводах, например, оборонных, он практически соответствовал уровню жизни американского рабочего. Вот интересно. И уровень потребления, который был в 2013 году, все последующие годы мы могли, ну, по крайней мере, только мечтать об этих показателях. Для того, чтобы понять, что потеряли, пришлось вернуться вот в эту катастрофу. Для того, чтобы рабочий день сделать более коротким, не нужно выходить на революцию. Достаточно иметь сильные профсоюзы, профсоюзное движение. Да и самое главное, здесь, собственно, вот началось все еще с хлебных бунтов, со слухов о том, что вот не будет хватать хлеба. Россия, фактически, на протяжении многих лет, даже уже участвуя в войне, была единственная страна, где не было хлебных карточек. Сергей Григорьевич, вы вспомните, я хочу сказать, что отсутствие хлеба не может быть достаточным основанием для совершения революции. Вы вспомните блокадный Ленинград. Кроме того, да. Не было революционной ситуации. Да, и уровень, конечно, не сравним. Там по фунту хлеба, тут совершенно немыслимые цифры. Кроме того, там не только хлеб, там все остальные продукты были в свободной продаже, никаких трудностей не было. Но сама ситуация, и вот эти запасные полки, которые уже изнывали, там набит был просто Петроград войсками, которые, конечно, не хотели на фронт. И даже Лейбгвардия, так называемая, та, которая должна была охранять непосредственно порядок, так и престол, она фактически была разложена. И, конечно, главную роль сыграли небольшевики в этой революции. Даже февральской революции вообще их почти не было. Ленин с Троцким были за границей и фактически не управляли ситуацией. Они вернулись уже в апреле фактически. Кто совершал эту буржуазно-демократическую революцию, как нас учили в школе? Ну, если говорить о движущих силах, конечно, главный, что называется, это был буржуазия, российская буржуазия, которую поддержали многие другие силы, интеллигенция, например, часть военных, которые думали, что таким образом можно ситуацию стабилизировать. Тем более, что первоначально ставил задачу не ликвидации полностью монархии, а создание конституционной монархии, просто ограничение власти монарха. Но по мере того, как радикализировалась ситуация, стали расти и более радикальные требования. И потом Николай II оказался недостаточно сильным монархом, чтобы противостоять. Он проявил абсолютную слабость. И, наверное, очень важный момент, что он, заботясь о семье, стараясь ее как-то спасти, не подумал, что он является отцом всего российского народа. И вот это и могло бы только спасти семью. И в каких-то вещах нужно было проявить и твердость. Но уже не осталось действительно людей, которые могли прийти на выручку монархии. Слишком дискредитировано оно было. Да и, в общем-то, даже то, что еще можно было сделать, перерезать телеграф, там железную дорогу, этот мятежный город оставить, взять верные части. Нет, вся Россия в это время сохраняла полное спокойствие. Россия ничего об этом не знала. Многие люди, так сказать, ждали, чем это все закончится. По крайней мере, в армии таких волнений не было. Были верные войска. Но разложение, оно вот как Бигфордов шнур, огонь, бежит, так все это было. И уже буквально каждый день ситуация становилась все хуже и хуже и хуже. И что интересно еще, может быть интересно, что даже еще до того, как Николай II подписывал это отречение, уже 1 марта 1917 года Англия и Франция признала новое правительство без царя сформированное. И это говорит о чем? О том, что были и, конечно, внешние силы, которые думали о том, как изменить Россию. Не в лучшую сторону. Немцы мечтали, прежде всего, закончить войну. Англия и Франция мечтали реализовать там свои интересы, в том числе убрать геополитического противника с этой мировой арены. Ну, в общем-то, что и получилось. Меня вот очень поразили высказывания Николая II о кругом трусость, измена, обман. Но у меня тогда возникает вопрос. Ведь он же, как царь, император, он же окружал себя людьми. И достаточно было людей в России в то время. Кроме того, он был верховным главнокомандующим в этот момент. Да, замечательных. Да, были люди... Которыми можно было себя окружить. Почему-то время выдвинуло людей нерешительных, трусоватых, подонков. Сама система зачастую была построена таким образом, что не самые лучшие люди оказались наверху. И, конечно, это прямая вина и царской семьи, и тех людей, которые были связаны, и лично царя, безусловно. Но я вот хочу сказать, что все-таки, наверное, мы, историки, до конца не можем понять все причины до сих пор. Потому что было такое ощущение, что как будто действительно Господь оставил Россию. Когда действительно огромное количество людей вдруг бросилось в эту революцию, ходили с красными бантами. Думали, что вот начинается новая прекрасная эпоха. Не зря говорят, что благими намерениями выстроена дорога в ад. И действительно этот ад потом пришел. Буквально на днях патриарх Кирилл назвал революцию преступлением. В каком-то смысле, да, это было преступлением не только перед династией, монархией. Дело не в этом. А то, что вся историческая Россия на какой-то момент оказалась вот этими революционерами отброшена. Можно, так сказать, сказать, что они не ценили Россию как вот стабильную великую цивилизацию. Готовы были на эксперименты. Сначала либеральные, а потом социалистические. Какие задачи ставила февральская революция? Давайте мы все-таки пока по привычке разделим вот эти революции. Ну, первое, конечно, это ликвидация самодержавия. Ликвидация самодержавия, создание, если уж не конституционной монархии сначала, то ответственных министерств, как они говорили, чтобы сами непосредственно министры назначались Государственной Думой. Потом, конечно, уже парламентские, уже уклубление парламентского варианта. Дальше расширение политических прав партии, снижение рабочего дня и так далее. Решение земельного вопроса. Конечно, земельный вопрос тоже. Он многие десятилетия, если не столетия, становился в повестке дня. И пытался Столыпин разрешить каким-то образом. Ну, в 61-го года он точно стоял очень остро. Если бы он не стоял остро, не было бы реформы 61-го года, 1861-го года. Но, что касается дальнейших, что называется, планов, то, наверное, это были дальнейшие буржуазно-демократические реформы, продолжающие в каком-то смысле реформы Александра II, 60-х годов, 19-го века. Какие из этих задач решила эта революция? Какие вопросы решила революция? Я думаю, что практически она не решила никаких вопросов. Практически сразу же это временное правительство оказалось в системе двоевластия с советами, где, кстати, тоже тогда большевиков особенно не было. Это были эсеры и меньшевики. И фактически временное правительство, сформированное из либералов во главе с князем Львовым, оно оказалось абсолютно бессильным. Кроме того, оно заявило, что будет продолжать войну. И действительно пыталось даже начать наступление. Наступление было неудачным, что привело к новым падениям популярности власти. Потом приехал Ленин, стал требовать уже всю власть советам, где большевиков постоянно увеличилось. И радикализация прошла. И плюс началось волнение на фронте. Был преступный приказ номер один, который фактически разрушил иерархическую систему армии. И солдатские комитеты начали просто избивать и убивать офицеров. Это, конечно, не могло не деморализовать и все общество, и всю армию. Вопрос такой, Сергей Григорьевич. Ведь это наступление на императорскую семью, на царе, началось не на Николае II. Оно началось много раньше, когда был известен разночинский период из выстрела господина Каракозова, 25-летнего террориста, индивидуалиста. Собственно, и убийство Александра II в 1881 году. Да, но убийство Александра II, это уже седьмое покушение на Александра II было. А почему такое было желание истребить вот именно трон, вот именно династию, вот именно монархию? Ведь никто иной, как царь, позволил разночинцам идти и получать образование. То есть, получается, цари сами себе воспитали палачей. Я могу сказать, что ожестотение общества и прежде всего интеллигенции в отношении самодержавия было потрясающим. Ну, кого вы называете интеллигенцией? Разночинцами? Прежде всего, либеральная и социалистическая интеллигенция. Они считали, что это может привести к бунту. Потому что среди всяких этих самых разночинцев были три позиции. Пропагандистская, террористическая и еще там анархистская. Так вот, были люди, которые считали, что если уничтожить царскую семью, это даст революционный всплеск и сразу изменит ситуацию в России. Но это была абсолютная утопия, как и та утопия, которую мы увидели потом в октябре. Но я думаю, что это время придет, мы это еще обсудим. Сергей Григорьевич, спасибо вам большое за это интервью. Это была программа интервью по очень актуальному, сто лет спустя, вопросу февральской революции в России. Увидимся.